Увидеть в жюри звезд российского шоу-бизнеса, попасть в объективы десятков телекамер, принять участие в грандиозном шоу, оказаться на обложке модного журнала и получить возможность поработать с известными модельными агентствами, все это ожидает победительниц конкурса «Мисс Великая Россия». Он проводится в нашей стране всего второй год, имеет патриотическую направленность и считается одним из главных телевизионных конкурсов красоты. Мы занимаемся организацией конкурсов красоты уже шесть лет, но занимались на уровне Москвы в основном. И очень долго в нашем году эту идею создать достойный аналог конкурсу «Мисс Россия». Конкурс будет проходить в двух категориях – мини и топ – для девушек ростом от 170 сантиметров. В 2017-м за корону победительницы боролись 36 красавиц, в этом году их уже 56. Девушки представляют разные города России. Каждая из них серьезно готовится к финалу, график плотный. К примеру, дефиле почти каждый день. Ярослав Орлянский был режиссером-постановщиком уже 14 конкурсов красоты и знает, как ходить по сцене. 56 – это впервые в моей практике. У меня был максимум – это 40 человек, это помимо другого конкурса «Мисс Великая Россия». Это такой некий сдача экзамена, как я называю, профессиональный, потому что делая 15-й конкурс красоты, когда к тебе приходит 56 человек с разной базой подготовки, с разными знаниями и разным желанием учиться, кто-то больше, кто-то меньше, безусловно, это и интересно, и сложно. За Байкальский край представляет Яна Иршова, журналист и ведущая программ телекомпании «Альтез». Для нашей коллеги это первый опыт участия в подобных конкурсах, хотя в качестве модели она выступала не раз. Яна украшала обложки местных журналов, а в прошлом году прошла по Багуловой дорожке во время церемонии открытия кинофестиваля, представляя Забайкальскую прессу. На самом деле я очень рада, что я представляю в Читу свой родной Забайкальский край. Когда я иду по сцене и слышу, как объявляют город Чита, я чувствую невероятную мощь, я чувствую, что за моей спиной стоит просто целый большой регион. Это дает мне невероятную силу, невероятную поддержку. Кроме репетиций, девушки участвуют в мастер-классах и лекциях. К примеру, одну из них о моде 20-х годов провел историк Руслан Мигранов. Уже завтра, 25 апреля, пройдет финал конкурса. Организаторы готовят эффектное шоу. У девушек будет несколько выходов на сцену, в том числе в свадебных и вечерних платьях. Победительницы, кроме ценных подарков, получат возможность попасть на обложку известного глянцевого журнала. Обладательница гран-при конкурса определится народным голосованием через СМС. На сайте missgreatrussia.ru представлены фотографии всех участниц. Наша землячка под номером 16. Проголосовать за Яну также можно. Все условия на сайте конкурса. Будем болеть за нашу землячку и коллегу. Юлия Тимошенко. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова